НТР начинает эфирное вещание. В студии Яна Чупахина. Здравствуйте. Решили выбить зарплату силой и нижнекамцам с ограниченными возможностями раздали сертификаты об этом выпуске. Ударили кассира по голове, забрали 16 тысяч рублей и требовали выплатить им зарплату. Двое жителей Лениногорска задержаны по статье «Разбой». Произошло все так. Двое молодых людей дождались директора магазина «Центр отопления» и просили у него заработную плату. На что руководитель ответил, что пока не разберется с кражей перфоратора и сварочного аппарата, денег они не получат. Поняв, что молодые люди настроены агрессивно, он забежал в магазин за подмогой. А парни в это время начали избивать продавщицу трубой по голове. Все же злоумышленников удалось усмирить. Сделали это сотрудники магазина, после чего вызвали милицию. Кстати, перфоратор и сварочный аппарат украли все те же молодые люди. Сегодня в Нижнекамске пройдет единый день приема граждан по личным вопросам. За жителями города встретятся депутаты, руководители исполкомов, главы сельских поселений, начальники управлений. В общественной приемной «Единой России» нижнекамцев будут ждать депутаты Государственного и Городского Советов. Расписание вы видите на своих экранах. Депутат Госсовета Татарстана по Абызовскому избирательному округу Азадбек-Мурзин будет принимать с 17 часов по адресу Менделеева, 32. Депутат Нижнекамского горсовета Татьяна Куприянова ответит на вопросы горожан в общественном центре микрорайона на Юности-8. Руководители исполкомов города и района проведут прием в Доме советов. По вопросам образования и сельских поселений можно будет обратиться по улице Ахтубинская, 6. В многофункциональном центре встретятся с жителями города специалисты по вопросам экономики и инвестиционному развитию. А в Камских полянах прием проведут глава поселка и руководитель исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района. В районе граждан примут главы сельских поселений. По всем вопросам обращаться по телефону 4171 95 и 39 17 17. С сегодняшнего дня и по 10 декабря по всей стране пройдет декада инвалидов. На эти даты в Нижнекамске намечены десятки мероприятий. Активисты уже провели благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Благотворительный фонд вместе собрал 17 детей в Доме культуры на Красном Ключе, где им подарили не только хорошее настроение, но и сертификаты на приобретение лекарств. Также одной нуждающейся семье вручили жизненно необходимый им ингалятор. Форменный разгром учинили нашим хоккеистам магнитогорцы. Нефтехимик крупно проиграл на выезде Металлургу. Несмотря на гостевой характер встречи, нефтехимик фору Столиваром не давал, регулярно переводя игру на половину соперников. Впрочем, и хозяевам поддержка болельщиков помогла не особо. Первый период команды закончили по нулям. Обоюдное напряжение сохранилось и на протяжении второго периода. Но уже в этом отрезке химики дрогнули под натиском Мазякина 1-0. Через минуту 2-0 в пользу Столиваров. Заключительная 20-минутка ознаменовалась разгромом дружины Владимира Корекунова 5-0. Поражение нефтехимика. И о погоде. В первый день зимы за окном 0 градусов, пока без осадков. Вынесли приговор мужчине, убившему жену подробнее в следующем выпуске. Наш телефон 40 07 70. Звоните. Еще увидимся.